Спасибо большое, Сюзи, за представление меня. Прежде всего, я хочу еще раз упомянуть, что для меня большая честь присутствовать здесь. Спасибо организаторов, что меня пригласили сюда, чтобы побеседовать с вами на этом конгрессе, поделиться своим опытом. Конгресс хорошо организован, я хочу поздравить организаторов с хорошей организацией. Прежде всего, мы поговорим о ИОНС, это Европейское онкологическое сообщество медсестер. Даниэль уже упомянул нашу организацию. Те раздаточные материалы, которые посвящены нашей организации, они находятся в этой комнате, в этом зале, но на английском. Мы, если помните, что ИОНС занимается также и переводом документов в рамках нашей работы нашей организации, мы получаем для этого гранты. Существует определенная система грантов, это научно-исследовательские гранты, гранты, которые выдаются для путешествий. Если вы помните, я хочу пригласить вам присоединиться к нашей организации. Очень важно осуществлять взаимосвязь между людьми, обмениваться знаниями, приносить эти знания обратно домой, в свои отделения, в свои стационары, для того, чтобы улучшить медицинскую помощь и обслуживание наших пациентов. Сегодня меня пригласили для того, чтобы поговорить о реакциях, связанных с инфузией противоонкологических препаратов. Много тем, много вопросов, которые стоят перед докторами и перед медсестрами, связаны с этой темой. У меня нет каких-то разглашений финансовых интересов. О чем мы будем сейчас говорить? Прежде всего, это распознание и лечение реакции гиперчувствительности, экстравазальное проникновение антираковых препаратов, и что необходимо сделать медсестрам, чтобы помочь пациентам справиться с тошнотой и рвотой. Это мои цели. Много целей. Мы пройдем через все эти вопросы. Наиболее важный момент в данной дискуссии. Если есть какие-то вопросы у вас в момент лекции, пожалуйста, прерывайте меня и задавайте вопросы. Первый момент – это распознавание и лечение реакции гиперчувствительности. Первый вопрос, который я хочу задать вам. Кто из вас видел острую реакцию гиперчувствительности во время проведения химиотерапии? Это вопрос. Пожалуйста, поднимите руки. Не бойтесь, пожалуйста, ничего нет тут правильного или неправильного, так сказать. А как вы чувствуете себя? Вы чувствуете себя уверенным? Что делать, если вы наблюдаете гиперчувствительность, реакцию гиперчувствительности? Никто не чувствует себя полностью уверенным? Что делать? А кто не чувствует себя уверенным? Вы же не чувствовали себя некомфортно. Поднимите, пожалуйста, руку, кто чувствовал себя некомфортно в этот момент. Не стесняйтесь, с рукой с вашей все будет хорошо, если вы ее просто поднимете. Спасибо. И эта реакция случается. Случается не только в России или в других странах, но и в Бельгии также. И, конечно, лучше знать, а что делать медсестры, когда вы видите такую реакцию, когда это происходит. Я представлю клинический случай в стационаре. Вы знаете, вы знакомы с такими пожилыми дамами, которые лечатся в онкологии. У этой дамы была гематологическая проблема, это гематоонкология. И ей назначен был препарат ретуксимаб. Доктор сказал, что да, мы можем начать это лечение, или мы можем подождать. И тогда женщина решила, да, начнем лечение. Но, к сожалению, когда мы начали терапию ретуксимабом, в течение нескольких минут произошла реакция. Она почувствовала себя плохо, у нее возникла боль в пояснице, мы прекратили инфузию. Что произошло? Если вы видите реакцию гиперчувствительности, что это? Это иммунологическая реакция. Нам нужно отреагировать очень быстро, когда это происходит с пациентом. У нас имеется несколько подходов. Например, это может быть гиперчувствительность, связанная с самим препаратом. Это может быть реакция на инфузию препарата, мы видим сразу же. Или, например, когда мы проводим переливание компонентов крови, или, например, тромбоцитов. И также это может быть внутрисосудистая коагуляция, то есть ДВС-синдром. Сегодня мы будем говорить о реакции, связанной непосредственно с инфузией лекарственного препарата. Что же это такое? Реакция, связанная с инфузией. Обычно мы не ожидаем ее. Это непредсказуемая реакция пациенту. Начинаем терапию, и вдруг это случается. Реакция происходит. Происходит в течение одного часа или в течение нескольких минут, даже сразу же после начала инфузии. Это острая гиперчувствительность. Или, может быть, она развивается через несколько часов или дней после инфузии. Это реакция, связанная непосредственно с самим препаратом. Если это острая реакция, мы видим сыпь, отек, одышку, боль в груди или в пояснице. Также это может быть анафилактическая реакция. Очень важно сразу же начать действие, если мы видим такую симптоматику. Какой тип реакции мы видим? Тип 1. Это раннее начало симптоматики. Это сыпь, боль в грудной клетке, анафилактическая реакция. Это очень важно знать симптоматику. Мы видим тип 2. Это гемолиз, тромбоцитопения, которая ухудшается. Это хронический болевой синдром или отсроченная реакция. Когда очень важно знать эти реакции. Клинические симптомы острой реакции, гиперчувствительность, симптомы возникают сразу же, в течение нескольких минут от начала инфусии. В основном вы начинаете терапию сразу же. Мы можем предпринять действие, чтобы предотвратить эту острую реакцию. Различные симптомы, которые мы наблюдаем. Наблюдаются симптомы легкой степени. И мы говорим об этом с пациентами. Когда, например, это может быть крапивница, покраснение кожи, зута, отек лица или рук. Это боли сквоткообразного характера в животе. А также болевой синдром поясницы. Также диарея. Тяжелые симптомы. Это бронхиспазм, боль в груди, тахикардия. Это, и может быть, так как анафилактическая реакция. Очень быстро нужно действовать в данном случае. Если мы видим, что большинство людей работали с цисплотином, карбоплотином, от 1 до 44% может произойти. Оксоплотин. В такой же случае в 10-19% случается данная реакция. Если мы используем, необходимо использовать премедикацию перед началом инфузии данных препаратов. И в АСМО и АСКО в этих организациях уже установлено, что необходимо делать премедикацию, чтобы предотвратить развитие острой реакции гиперчувствительности. Также используем моноклональные антитела для лечения онкологических пациентов от 2 до 10%. Трансизумаб и другие моноклональные антитела могут дать такую реакцию. Нам необходимо знать, что это происходит, может произойти в данном процентном случае, если мы инфузируем данные препараты. Тяжесть реакции. Это различные степени. Первая степень – это легкая реакция. Мы сразу же… Инфузия не прекращается. Мы уменьшаем скорость инфузии. Но в основном, что я вижу в обычной практике, это тип 2. Когда необходимо прервать терапию, сразу же инфузия прекращается. И мы видим, что проблемы разрешаются в течение 24 часов. И мы продолжаем терапию. Начинаем терапию уже на меньшей дозе и с меньшей скоростью инфузии. Конечно, мы не хотим, конечно, столкнуться с реакцией пятой степени. Это тяжелая реакция. Еще один вопрос. Сколько из вас применяют… Кто обучает пациентов и говорит им информацию в отношении возможности гиперчувствительности? Ирина Валерьевна, прокомментируйте, а я переведу. Нет, коллеги, если это не так, где-то не так, поправьте меня, что медицинская сестра уже, особенно если она опытная, она знает о каких-то реакциях. И когда она с пациентом беседует, естественно, она может об этом сказать. И так происходит. Но у нее такой функции нет. У сестра вообще-то с пациентом на эти темы, будем грубыми, не имеет права беседовать. Этим занимается врач. Как мы уже говорили, как у нас уже говорили, что роль медицинская сестра здесь в России не предупреждена. Поэтому, что мы говорили, что у наших сестра не выполняют какие-то практики для научиться пациентам о реакциях. Если медицинская сестра, то есть, если медицинская сестра, то есть, что мы должны перед тем, как с пациентом какую-то манипуляцию произвести, что мы должны ознакомить его с ходом процедуры, с ходом именно самой манипуляции, то есть, как будет происходить внутримышечная инъекция, внутривенная и так далее. По химиотерапии, конкретно, раз мы говорим про препараты, медицинская сестра говорит об этом, я подчеркиваю, она может это говорить, но вообще это прерогатива врача. Have you heard everything I need to translate? I can translate. So, actually, in our policy and guidelines, идёт перевод того, что только что было сказано на русском языке. In most cases, they do not do it, and it's a doctor's prerogative, let's say. Yeah, and we have comment. You can say. Вот именно на практике, когда происходит у нас на практике. Меня зовут Лариса, я работаю в кабинете амбулаторной химиотерапии. И вот, безусловно, как сказал наши коллеги, когда доктор назначает тот или иной препарат, он, конечно, полностью информирует пациента о том, что может быть. Когда пациент уже приходит на процедуру непосредственно в наш кабинет, мы ещё раз это дублируем, ещё раз просим пациента сообщить о том, что вдруг он что-то будет испытывать, чтобы он сразу нам об этом сообщил, и чтобы мы пригласили доктора. То есть у нас на практике это работает вот таким образом. Мы дублируем слова врача. То есть мы это всё тоже ещё один раз проговариваем перед тем, как начать инфузию. Спасибо. Спасибо большое, Лариса. Спасибо большое за этот прекрасный комментарий. Я думаю, что это как информирование пациента, обучение пациента. Это наша общая цель. Это работа в команде, работа вместе. Это не просто ответственность доктора. Очень важно сотрудничать, работать в команде о возможных последствиях, побочных эффектов, связанных с инфузией препарата. Как можно предотвратить эту реакцию? Мы можем делать премедикацию, например. И я видел, вчера это в протоколе записано. Также очень важно говорить об этом, говорить о возможной симптоматике. Мы можем обучать пациентов о том, что могут быть реакции, связанные с инфузией. Нам нужно это делать, чтобы пациент смог распознать симптомы. И затем он должен сообщить об этом или доктору, или медсестре, если он заподозрил или почувствовал какие-то симптомы. Также нужно говорить о тяжести реакции. Например, у пациента какие-то желудочные колики, схваткообразные боли в животе. А пациент может подумать о том, что он съел что-то не то. Но это может быть связано с инфузией. Необходимо об этом сказать доктору. Нужно также пациенту сказать, что если произойдет такая симптоматика, например, какое-то беспокойство или чувство беспокойства, это может произойти. Что же делать с этим? Пациент должен это знать для того, чтобы действовать правильным образом. Пример, как вы можете обучать пациента и как можно предоставлять информацию пациенту в виде таких листков, вкладышей или брошюр небольших, где пациент может ознакомиться и прочитать об этом. Как предотвратить реакцию гиперчувствительности? Простое назначение препаратов. Антигистаминные препараты, антиперетики, поскольку ретуксимаб накапливается очень медленно, и пациент может привыкнуть к этой терапии. Также, например, в некоторых исследованиях это может быть премедикация. Премедикация, как я уже сказал, может помочь. Первое. Можно цитрировать инфузию. Например, первая доза это просто физраствор, который вы начинаете инфузировать, а затем добавляете ретуксимаб. Итак, что же нам делать, если у нас случается такая реакция? Я думаю, что очевидно, что мы тут же прекращаем инфузию. Но также важно вводить физраствор, и очень важно сразу позвать доктора. Что мы можем делать, как сестры? Возможно, мы говорили об этом в предыдущей сессии. Итак, есть определенные стандарты. Итак, есть оценка, сколько раз, что сказать, когда сказать. Мы продолжаем вводить нормал салайн. Есть определенные протоколы при медикации, которые могут помочь. Если нужно, то терапия кислородом. Возможно, если у пациента химиотерапия, которую мы можем использовать вместе с кислородом, тогда пациента надо тоже об этом оповестить. Если вы видите грудную боль, нужно сделать электрокардиограмму. Это должно быть неким стандартом лечения. И то, с чем можно начать. Конечно, вместе с врачом. Что мы сделаем? Если симптомы полностью закончены, возможно, нам стоит на 50% медленнее начать инфузию. Если есть какие-то еще реакции, мы можем заменить лекарства, мы можем полностью исключить какие-то лекарства. Важно не только решить эту проблему, но также следить за пациентом впоследствии. Потому что, если мы снова введем, нам придется еще раз вводить какие-то при медикации. Возможно, в будущем нам нужно будет медленнее вводить. Есть протоколы, которые мы используем, но они очень много времени съедают, поэтому обычно мы их не используем в нашем госпитале. Также мы можем сделать кожный тест, но это все. Вы видите, есть ли реакция, но тоже не постоянная практика, которую мы используем у нас в госпитале. Не знаю, есть ли какие-то вопросы по этому вопросу, какие-нибудь вопросы до этого. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. и не переживайте, вы получите слайды, не нужно обязательно все фотографировать, поэтому я продолжу. Это далее введение противораковых папорапотов. Сколько из вас никогда не встречались с экстравазацией химиотерапии? Никогда не видели или наоборот все видели или никто не видел экстравазацию? Итак, все видели и это происходит и очень важно для пациента предотвратить и справиться с этим. Я возвращаюсь к моему первоначальному пациенту. Это настоящий случай. у этой пациентки была очень острая реакция и в какой-то момент она позвала медсестру и медсестра увидела, что что-то не так с инфузией. Это был ретоксимаб и вот что произошло через час после экстравазации. вы можете представить, что это пациент, который мог выбрать между терапией и отсутствие терапии и прямо сразу у нее получилась реакция, сразу экстравазация. Вы понимаете, что ей не очень хотелось вернуться, получить еще терапию. и что мы сделали на этом в этот момент? Мы начали мы конечно же прекратили терапию, мы убрали сколько возможно продукта и если вы убираете ни в коем случае не массируйте место, потому что таким образом вы наоборот вводите больше конечно же мы позвали сразу врача, мы сразу же позвали пластикового хирурга, спросили, что можем сделать на этот момент, протокол также говорит о том, что нужно сделать сразу в таком случае. Итак, экстравазация, что это такое? Это во-первых сердечно-сосудистое осложнение, это паравазация, это это когда идет протечка в соседние ткани, это конечно не то, что должно происходить и в зависимости от того, что вы вводите, последствия могут быть очень серьезные осложнения для пациента. если вы посмотрите литературу, так ли литература, от 0,1 до 6,5 процента эффектов такого лечения, экстравазация, частота от 0,01 до 11 процентов. Хорошие новости, мы снижаем количество чистоты, потому что мы правильно себя ведем, но мы должны подумать о том, знаем ли мы информацию, обладаем ли мы информацией, собрали ли мы информацию в нашем госпитале. Когда я работал пару лет назад в другом госпитале, я подошел к доктору, и мы разговаривали о экстравазации, и он сказал, почему мы должны вводить гайдлайны по экстравазации, мы же никогда с ней не сталкивались. Я спросил, а вы регистрировали? Он говорит, нет, у нас нет никакой информации. Итак, как же мы узнаем, что нет экстравазации в госпитале? Я думаю, первая вещь это регистрировать, если что-то происходит, потому что экстравазация очень важна в химиотерапии. это важно на всех пунктах химиотерапии. Это примерно как ТПН. Вы знаете, что такое ТПН, и вы видите, что у нас могут быть очень серьезные осложнения у пациента, поэтому очень важно знать. Если мы посмотрим на факторы риска экстравазации, у нас есть две большие области, это индивидуально ассоциированные или ассоциированные с процедурой. Также это риски, связанные с медперсоналом, то есть это связано с разными областями. Я также упомянул, что очень опасные последствия могут быть в зависимости от лекарства. как правило, пациенты теряют большое количество функций, и нам приходится применять пластическую хирургию, потому что помимо того, что нам нужно лечить все эти раны, это будет достаточно дорого. То есть нам приходится отложить лечение рака. Если мы говорим про лечение, в онкологии очень важно вовремя произвести лечение, а если мы его отложим из-за каких-то осложнений, из-за экстравазации, это повлияет плохо на все лечение на пациента. Мы должны понимать, что пациент будет бояться нового цикла. Если мы посмотрим на всю команду, получается он будет им не верить. И получается, что он говорит, что это что-то относится ко мне, и мы должны понимать, что сестра должна чувствовать себя уверенной, когда она его лечит. То есть получается, что мы говорим о финансовых затратах и о репутации. Люди легко об этом говорят. Это не то, что может произойти, но очень важно понимать, как мы с этим обращаемся, как мы решаем это, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чтобы предотвратить это и помочь им. И как же мы предотвращаем, как мы предотвращаем экстравазацию? перед тем, как вводить. Подумайте, кому мы даем, кто этот пациент, что мы собираемся давать. Подумайте о опасности, могут ли возникнуть какие-то мозоли, могут возникнуть травмы. Как мы собираемся вводить? Мы говорим про сосудистый доступ, очень важно об этом думать. как мы уменьшим риски? И как близко будет человек, который следит? Мы должны понимать, что тот, кто контролирует, должен быть очень рядом. Мы понимаем, что если сестра следит за 20 пациентами, это будет хуже, чем если она следит за 5 или 10. Очень важно об этом думать в этот момент. Пациент, был ли какой-нибудь предыдущий опыт у пациента? есть ли у пациента опыт получения инфузии? Есть ли у него какая-то анамнез, анамнез сердечно-сосудистых заболеваний? Какой доступ мы будем использовать? Какой лучший веносный доступ? Способен ли пациент коммуницировать, говорить? Потому что, например, в Бельгии пациенты говорят на разных языках. и сможет ли он сказать нам о том, что он чувствует, и какие у него симптомы? Это очень легко сделать маленькую табличку с иконками, так, чтобы пациент мог вам показать, что он чувствует, и медсестра поняла, что чувствует пациент. И также вдохновляйте пациентов, пусть они говорят, пусть они сообщают, чего они боятся, что они чувствуют. Они должны иметь возможность говорить с медсестрой, позвать ее и сказать, я чувствую вот это, мне кажется, со мной что-то не так. Очень важно предупреждать о рисках. Они должны понимать, что это может случиться, и что вы делаете. Таким образом, вы снизите тревожность и сможете быстрее решить проблему, если вдруг что-то произойдет, например, экстравазация. Что мы можем сделать с персоналом? Я уже очень много об этом говорил. Стандартная процедура, которая нам очень нужно понимать, как мы делаем. Также уровень образования. Я думаю, экстравазация это что-то очень старое уже, но все еще очень важно правильно исполнять в введении. Это ключевой момент. также техника ввода в вену иглы. Если вы знаете, что у вас есть более опытный коллега и более сложный пациент, не стесняйтесь попросить коллегу, чтобы он хорошо поставил, правильно поставил катетер. скажите доктору, если каннуляция это не то, что сейчас нужно сделать, если вы видите, что это не то, что будет наиболее безопасно для пациента. мы должны это делать вместе, должны учить нашего пациента того, на что ему надо обратить внимание, что он должен контролировать и должны сами контролировать, обращать внимание на какие-то ключевые моменты, это очень важно, и также очень важно вовремя все делать, мы должны быстро что-то делать, если что-то случается, у нас нет времени ждать, мы должны понимать, что что-то происходит и сразу решать проблему, например, в нашей клинике, если что-то происходит, у нас есть код, и все его знают, что что-то происходит с пациентом, и другие коллеги могут сразу же начать лечение, прийти к вам и принять часть на себя. Итак, вещество мы также видим осмолярность, PH, биоответ и насколько может быть серьезным повреждение. И никто не знает, как это может повлиять на экстравазирование. Например, мы говорим ритоксимаб, это не так страшно, но объем концентрации, если у вас большая доза, большая концентрация, это понятно более рискованно в плане экстравазации. То есть, чем более опасный продукт, тем более высокий уровень экстравазации. В зависимости от того, как она может повредить тканям, у нас есть несколько градаций. Итак, вы видите таблицу, которая показывает, что что-то произошло, у нас нет времени, нет возможности все это держать в голове, но хорошо, когда у нас это есть в палате, если что-то случилось, у вас есть это под рукой, и вы видите, вы знаете, что может произойти. Что мы делаем у нас? Мы записываем все, прежде чем начинаем процедуры с пациентом, мы должны подумать, какой мы продукт вводим, и мы все знаем, что этот продукт может быть вот таким вот раздражителем. Мы уже знаем, какой мы продукт даем в этот момент. Также очень хорошо понимать, какую оценку мы даем венам пациентов. и взять правильный девайс, то есть какая бы каннуляция ни производилась, центральные вены, какой катетер мы вводим, мы должны видеть, кто наш пациент, какой у нас пациент, насколько мы будем вводить, сколько у нас будет пункций. Мы должны это обсудить с нашим врачом, а также с нашим пациентом. Потому что выбор правильного девайса как я уже говорил, в зависимости от длительности, от частоты, от классификации лекарства, если это очень раздражительное лекарство, очень важно выбрать правильный путь введения. лекарство. Но также подумайте о выборе пациента, что он хочет. Мы можем говорить о портах, о центральной линии, но если он отказывается, мы должны подумать о другом способе введения. И также мы должны подумать о затратах. в некоторых странах у нас полностью возмещается. То есть это не то, чем нам надо думать, но мы можем подумать, когда это не возмещается, это все за счет пациента или за счет общества, общества, и нам нужно думать о том, какой девайс мы выберем. Я думаю, что вы все заметили, потому что вы очень опытные медсестры. При конуляции мы должны несколько вещей держать в голове. Мы используем руку, не кисть. Также отек лимфы мы не делаем при этом конуляцию. После конуляции нам очень важно в зависимости от девайса, есть ли ток крови. То есть только так мы можем начать терапию. То есть мы можем вводить физраствор, чтобы понять, если все нормально, увидеть, есть ли какой-то ответ. Мы должны получить ток крови, прежде чем мы вводим лекарства. Вы должны это провести до терапии. Мы должны это всегда проверять, все ли у нас правильно, правильно ли установлено все для инфузии. Итак, раствор между разными введениями лекарства очень рекомендуется. Наблюдение пациента, что мы можем делать, контролировать, наблюдать за пациентом всегда. Спрашивайте пациента, чтобы он, просите его, чтобы он говорил обо всем, что с ним происходит. просите его говорить все, что он чувствует, без каких-либо задержек, потому что задержка это потеря времени, нам надо действовать немедленно. Никогда не игнорируйте признаки, если вам что-то говорит пациент, лучше проверите и решите. И продолжайте следить за потоком и за сопротивлением, когда вы вводите любые противораковые препараты, потому что когда мы вводим, нам нужна помпа, чтобы вводить. Что мы можем сделать сейчас? Мы должны прекратить инфузию, не удалять иглу, никакого массажа. Также мы можем поднять конечность, если необходимо. Мы можем приложить холодный или горячий компресс в зависимости от того продукта, который вводится, если возможно, ввести антидоты. Знайте, что антидоты могут быть очень дорогими, и вы должны какое-то соглашение заключить с фармакологической компанией. Итак, в вашей палате, когда у вас есть химиотерапия, если у вас должен быть набор для экстравазации. У вас есть такой набор? В нашем стационаре в каждой палате имеется определенный набор для действий, необходимых и применения препаратов при экстравазации, и каждый месяц все проверяется непосредственно аптекой стационаром. Это очень важно. Фармаколог? I just ask who deal with this, who have this responsibility in our center. Конкретно у нас набора для экстравазации нет. Для чего? У нас. Набора для предотвращения экстравазации нет, конкретно у нас. И регламентировано, все понятно. Пожалуйста, можете микрофон принести, коллега хочет прокомментировать. Говорите микрофон, пожалуйста, если вам несложно. Несложно. Я так поняла, что у вас есть как платные пациенты, которые сами платят за медицинские услуги, так и страховые пациенты, у которых страховая компания оплачивает лечение. Если случилось экстравазация, это проблема, допустим, если это пациент страховой, чья? Страховая берет на себя оплату данной проблемы? Или это решает госпиталь с пациентом сам? Это хороший вопрос. Если экстравазация происходит, необходимо зарегистрировать этот случай для страховой компании, после этого происходит дискуссия, обсуждается вопрос, кто виноват, скажем, в этом. Конечно, существуют определенные стандарты лечения, и если все сделано для того, чтобы предотвратить экстравазацию, то тогда решается вопрос, а если, например, что-то было сделано неправильно на уровне стационара, на уровне определения, то тогда стационар должен будет платить за стоимость лечения экстравазации. Но в основном все-таки это платит страховая компания, но этот случай разбирается. Предыдущему нашему обсуждению по наборам для экстравазации. У нас в онкологических клиниках регламентированы только два вида наборов, коллеги меня поддержат. Это аптечка против анафилактического шока, и второе это профилактика парентеральных инфекций. Больше у нас регламентированных наборов в клиниках нет. Вот то, о чем вы сегодня говорите, мне кажется, это достаточно актуальная тема для нас, и, наверное, мы объединим усилия и с врачами будем работать в этом направлении. Спасибо. Здорово. Спасибо большое за ваш комментарий. Я хотела бы прокомментировать. Спасибо большое. Комментарий действительно важный. Я к тому, что профилактика анафилактического шока, укладка неотложной помощи и укладка профилактики парентеральных инфекций к экстравазации не имеет отношения. Согласитесь, это немножко другое. Это у нас регламентировано, и это есть. Про экстравазацию в наших учреждениях не говорят. Здравствуйте. У меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас в России отменен спирт, по определенным причинам, его практически нет в лечебных учреждениях. Как вы делаете компрессы? Спасибо. Нет, сам основной вопрос, делают ли вообще компрессы? Может быть, это знаете, это доказательная медицина или нет? С главной вопросом, это является evidence-based или нет? Я не знаю, что используете это? Я не уверен. Кольца и холода компрессы являются evidence-based, но это не просто как выставить холода или холода компресс. Это зависит на продукты вы используете, и вы должны увидеть в литературе что нужно происходить в моменте. Вы знаете, что происходит, и необходимо принять решение с врачами. Я просто сделала какие-то шутки. Скажите, пожалуйста, можете коротенько сказать, что входит в состав этих аптечек? Это аптечки или это одна и должна быть собрана аптечка или это должна быть нет. Все экстравазации для помощи присутствующих экстравазаций. Окей. Да. Препараты в зависимости от того, какой препарат вы используете. Если есть какой-то антидот к данному препарату, то он должен находиться в этой аптечке, в этом наборе. Например, как я уже сказал, необходимо для того, чтобы развести, скажем там, концентрацию препарата, мы вводим физраствор. Физраствор обязательно входит в состав данной аптечки, скажем так. но не обязательно этот набор должен быть в каждой палате. Это может быть какое-то место на отделении, где находится данная аптечка или данный набор. Если происходит это, то вы можете. Например, это то же самое, как набор для предотвращения, нет, для предотвращения, для лечения анфилотического шока. Но это может быть содержаться в каком-то шкафчике. И каждый, кто работает на отделении, должен знать, где находится этот набор для оказания неотложной помощи. Что касается регистрации, очень важно, чтобы мы регистрировали, документировали данные случаи. или это может быть в электронном виде, или мы записываем это в бумажном варианте в истории болезни. Необходимо, конечно, еще оценить тяжесть данного состояния, если возможно. Необходимо даже сфотографировать это. Необходимо об этой ситуации осведомить всех коллег своих, чтобы люди понимали, коллеги ваши понимали, что такая ситуация случается или она случилась, то нужно оповестить об этом как свое начальство, так и своих коллег. Необходимо опять же оценить ситуацию. Я уже говорил об этом. Необходимо также зарегистрировать и сообщить о том, какие изменения во временном интервале происходят, это важно для пластического хирурга, когда вы записываете, что происходит с пациентом после экстравазации. Что дальше нужно делать? Прежде всего, вот, например, вот у этой дамы что случилось? То есть ей пришлось оказывать хирургическое вмешательство, пластическую хирургическую манипуляцию, хирургическую операцию с использованием лоскутов для закрытия таких ран. лоскутов и вот она была такая преклонного возраста, она жила одна. Что ей делать вообще? Как ей за собой ухаживать в таком случае? Помните, пожалуйста, отрицательный опыт. Отрицательный опыт – это не только важен для самого пациента, а также и для самой команды, для всего отделения, где это случилось. необходимо опять же обсуждать эти случаи. Необходимо обсуждать это на уровне мультидисциплинарной команды. Необходимо задать себе вопрос, а как, что нужно было бы сделать, или что нужно сделать в будущем, для того, чтобы предотвратить такие случаи? Конечно, следующее – это необходимость дополнительной медицинской помощи пациенту, не только медицинской, но и обычной помощи, например, пациент не должен находиться под воздействием солнца и так дальше. Я очень быстро пройдусь, закончу, поскольку время заканчивается. Как мы будем помогать пациенту справиться с рвотой и тошнотой? Тошнотой – это осложнение желудочно-кишечного характера. Существует пять основных степеней данного осложнения, данного побочного явления. Первый вопрос, который задают пациенты, пациенты спрашивают, во время этой терапии или после этой терапии я облысею, я буду испытывать тошноту и рвоту. Это может быть результат самого заболевания, но также как результат противораковой терапии. А могут быть, конечно, и жизнеукражающие осложнения, например, коксия. Все это оказывает большое воздействие на качество жизни пациента, на семью, на тех людей, которые заботятся о пациенте. Тошнота, рвота. Очень важно знать, что это не один симптом. Тошнота – симптом. Рвота – симптом. когда это две разные моменты, два разных момента. Если мы говорим о что необходимо сделать, прежде всего это могут происходить метаболические нарушения, гастро, желудочно-кишечные нарушения, все это необходимо знать. Нам необходимо прежде всего оценить пациента до начала химиотерапии. Существуют определенные классификации. С каком характером рвоты мы встречаемся? Это острая рвота, это отсроченная. Например, острая рвота в течение 24 часов начала химиотерапии отсроченная. Это уже после 24 часов, которая длится до 7 дней. Это факторы риска, которые вы можете встретить в литературе. Их легко использовать для оценки пациента, для того, чтобы предвосхитить, будет ли у пациента рвота и тошнота или нет. Могут быть различные группы риска. Это может быть высокая группа риска, средняя группа риска и легкая группа риска. Пожалуйста, также думайте о дозах, которые назначают пациенту. это такие рекомендации. Маск это ассоциация по поддержке пациентов, которые получают химиотерапию. Мы говорим о симптоматике для того, чтобы справиться с этими симптомами. Нам необходимо знать и понимать, что нужно пациенту, что может вызвать такие осложнения. Нам нужно улучшить наши профилактические мероприятия. Все это оказывает большое воздействие на качество жизни. Необходимо оценить самого пациента до начала лечения, оценить те факторы риска, которые у пациента имеются в плане развития тех или иных осложнений. Будьте информированы, увеличивайте свои знания в отношении тех возможных профилактических мероприятий, которые можно осуществить. И опять же, очень важно беседовать с пациентом, скажем так, образовывать пациентов, также информировать семью пациентов в соответствии с теми стандартными лечениями. образованием пациентов очень важно. Нам нужно предоставить информацию пациентам также о тех лекарственных препаратах, которые пациент будет получать. Необходимо, скажем так, принимать участие в лечении пациента, в лечении заболевания. необходимо, конечно, и знать, понимать финансовую сторону токсических осложнений. Мы видим, если у пациента возникли какие-то осложнения, как тошнота и рвота, нам действовать нужно своевременно. Это наша организация МАСК. Документ переведен на русский язык. Он доступен на веб-сайте. Это те инструменты, которые основываются на доказательной медицине. Существуют различные рекомендации МАСКО. Вы можете использовать их также в своих стационарах в отношении отсроченной тошноты и рвоты. Какие рекомендации существуют? Здесь представлены наиболее важные клинические стратегии, как себя вести, что делать для предотвращения симптоматики или что делать, если симптомы такие, как тошнота и рвота у пациента уже произошли, случились. неизвестить. Необходимо понимать, нужно, может быть, Пациенту назначить парентеральное введение лекарственных препаратов или, например, ввести препараты, чтобы предотвратить развитие инфекции. Оцените факторы риска у пациента, используйте правильные инструменты для валидации пациентов, не пропустите симптомы и признаки. Необходимо выбрать также еще и правильную модель поведения, если это происходит. Медсестры могут это сделать очень легко. Необходимо также работать, как я уже сказала, в мультидисциплинарной команде медсестры, доктора, психологи, для того, чтобы улучшить жизнь онкологических пациентов. Коллеги, времени для дискуссии у нас осталось очень мало. Давайте вопросы. Есть какие-то? Тема же вытрепещущая, нет? По поводу набора для предотвращения, для лечения экстравазации. Йохан, не могли бы вы нам четко рассказать, что в ваших наборах? И поподробнее, если это можно кратко, что за код, который вы используете при выявлении тех или иных осложнений? Спасибо. Итак, что у нас в наборе? Я вам вышлю все, что мы используем. Это бесплатно. Это, на самом деле, доказательная медицина лежит в основе. Что касается кода, это не только экстравазация, это также может быть реанимация или другая реакция, например, анафилактическая реакция. На самом деле, очень легко делать. Мы выбрасываем подушку пациента за дверь, и люди понимают, что что-то в этой палате прямо требует незаметительного вмешательства. Это очень важно. Это очень просто. Вам ничего не нужно. Вам не нужно никаких веселеньких лампочек или еще чего-то. Вы просто выбрасываете в проход подушку. Это означает, что эта ситуация требует незаметительного вмешательства. Спасибо. Очень интересное повествование. И про подушку. У нас все в веселеньких лампочках. Спасибо. Я думаю, как медсестры мы должны быть очень креативными. И мы на самом деле креативные, поэтому не останавливайтесь. Продолжение следует...